всем привет здравствуйте дорогие друзья мои хорошие мы с вами продолжаем играть в игру uncharted 4 правда я столкнулся с небольшой проблем у меня снова начали создаваться шейдер поэтому мы начнем если у меня будет подлагать я конечно же перезапущу игру я не понял вообще почему это они компилируются снова если они у меня уже были скомпилированы может быть кто-нибудь знает почему так так значит ну вы помните что прекрасная у нас прекрасная просто история про нейтана дрейка вот про нашего на и тусика на тусика про наталью дрейк да так ну что кто пошел куда брател ты куда пошли блять подождите где кто пошел хоть братан братан ух ты есть его туда не телепортнулся да опять создание шейдер сука чушь такой-то у меня же были уже создание шейдер почему опять вроде ничего не менялась с того времени железо не менял говорят видеокарты из тревера 1 штаны на видеокарта еще драйвера не обновляю сижу блять на старых nvidia вских драйверах прошлого года и сижу его снегу зачем мне она надо не 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 понял как не сюда смешно если не шума вы а допустим чушь а дальше а вот сюда на просто блять такая карта ой такая миссия в этот раз у башня сколько там 33 ну будут может быть легкие подергивания ничего страшного потому что легкие подергивания это ничего вообще не значит пишу синхронизироваться надо как вы сесть скрыт желтый как говорится из грязи жопы в князе да подлагивает немножечко игра у меня ждать просто не хотелось знаете как скомпилируется пока откомпилируется я не знаю я даже ничего говорю же он не представлял ничего здесь такие поворот событий что через а Ну мы туда не сходили, ну ладно. Сэм, вот здесь обойди. Не, не на тебе! Здорово! Что в порядке? Сэм, смотри. Может они задумали построить тематический парк? Пиратский остров. Сэм, смотри, диорама. Это городская улица. И они все это построили? От них не знаешь, чего ожидать. Чертежи. Они все выцвели. Да что ж он там стоит-то? Прекрасная работа. Сэм, посмотри. Эвери тью горшат суд над своими. Похоже, они тут пишут кодекс правил. Би о пиратских правах. Тут знаки пиратских капитанов. Все собрались вокруг Эвери. Корабль Эвери. Атакует ганг и совай. Что же батл первый батл? Нейт, это же... Это же история основания либертарии. Тут припасы. Инструменты, семена. Провизия с давно истекавшим сроком плодности. Так что это за место? Кто-то вроде штаба. Здесь была придумана либерталия. И все-таки неужели они это реализовали? Ну да, наверняка. Ты посмотри на это. Нельзя потратить на идею целую жизнь, чтобы потом просто взять и бросить. Да, но жизнь редко идет по плану. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дополнение, кстати, кому интересно. Мы будем с вами проходить, ребятки. Поэтому обрадуйтесь. Кому если эта игра понравилась. Я думаю, дополнение мы реально тоже пройдем. Там потому что про какую-то девушку. Я не знаю, что за история. Исследовать дополнение определенно стоит. Если уж оригинал такой прикольный. Знаю, что есть люди, которые говорят, что даже дополнение еще интереснее, чем оригинал. Ну, в этом я, конечно, сомневаюсь. Дополнение вряд ли будет. Дополнение вряд ли будет. Как говорится. Очередное испытание. Похоже на то. Ну, давай посмотрим. Спину, наверное, будем. Ничего себе. Ага, не вращают символ. Это поможет. Символы на сферах не совпадают. Продолжение следует... 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 уху смотри похоже нам туда тут всего 11 не хватает главного пирата сейчас у нас кэшку закончится нибудь так логать сильно это все пираты получаются они как знаете как фигурки солдатиков это вот игра раньше всякий солдатик попробуем куда тебе вот очень интересно на себе вот и статуя знаешь сдается мне капитан эвери страдал нарциссизм думаешь да посмотрим что он нам приготовил смотри бури собирается когда братан сказал не то что хотел ладно я так понял что нам придется уёбывать отсут пишет блин а я-то думаю мы сейчас с ветерочком водичку буль-буль карасики как говорится но нет у меня гнается тропики в играх блин особенно если они хорошо реализованы очень круто они знают в игре только не надо горит что вот фар край 3 нет парка и третьим прикольные тропики но там не то а вот в игру райзен да и райзен кто знает не процессора только райзен ризен игра вот тоже ахуды нам тошить рубцы а вот а 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 Может нам посмотреть? Записал. Спасибо. Очень хорошо. Все записал. Эй, Сэмин, давай. Уступлю тебе право. Давай. Ладно. Ну-ка, ну-ка. Так, капитан. На что же мы смотрим? Вот. Ну? Большой остров в форме черепа. Просто остров. Без черепа. Она здесь, а здесь. Либертария. Знаешь, меня поражает твой оптимизм. Кроме нас тут никого нет. Ну почему бы не разрешить себе хоть немного порадоваться? Порадуйся, когда откупим тебя только сара. Это я же говорю. У Нейтана у него основная причина, по которой он начало все это сунулся. Это просто брата спасти. Честно скажу. Я просто-то вид на эту мотивацию. Зачем увязываться в эту авантюру с этими сокровищами Эври, если просто... Пиздец. Черт. Рейх едет. А-а-а-а. Это вот помните, да? Кажись, это... Начало игры-то было. Помните, да? А-а-а-а. Вот оно сейчас все. Да, и они претерпели крушение. Все. То есть это нас вернули типа в начало игры, начальная сцена. Я понял. Ю-ху-ху. Трэйху. Вот. Мы сами вернулись. Мы сами, по сути, полугры прошли. Длинная игрушка очень, конечно, да. Мне надо уходить. Но интересно. Мне кажется, там что-то мигает. Самое важное забраться повыше. Первым делом забраться повыше и сориентироваться. Или это гроза так переливается. Сэм! Да отвечай же! Бля, не видно ни хуя вообще в этой грозе-то. Ох, как передана атмосфера, а! Это опять-таки, да, видно, что прям вот за душой сделали разработчики. Вот это вот. Почему у меня изображение такое темное? Я вот говорю, что мол, что это у меня перекрешируется. А ведь реально, что-то у меня... Может, у меня видеодрайвер накрылся. Потому что что-то игра стала слишком темноватой. Может, сюда? Кстати, отличная идея, зависит сюда. О, блядь, должен же быть где-то проход туда. Хотя давайте так. Если учесть, что играли линейный, нам нужно идти туда, направо. Вот так вот пизданулся, а братан виноват. О, блядь, должен быть где-то. О, блядь, должен быть где-то. Слава Богу. Ящик с припасами. Ну да, конечно. Пусто. Все смыло. А может, и хорошо. Может, сам забрал. Какая же прекрасная здесь... Как здесь реально прекрасно передано... Но теперь мне нечего терять. Эмоции героев... Насколько она... Разговариваю сам с собой. Первый признак самошедствия. Эмоции героев... Эмоции героев... Все сделано. Уровень постановки, если честно, кто-то говорит, что посерьезнее, чем в Tomb Raider. Честно, да. Постановка вообще... Всяких там анимаций. Все это, блядь, это здесь на высоте просто... А что за херня? What the fuck? What the fuck, man? Ааа... Вау, это типа мы не можем прыгать до тех пор, пока, короче, не... Класс вообще, слушай. Типа мы не можем... Вряд, короче, мы не можем прыгать до тех пор, пока мы не... Пока дождь идет. Вот это, вот это, вот за это, вот за это прям вообще... Это топчик нахер. Это, блядь, ребят, это топ нахер, серьезно. Придумать такое это... Понимаете то, что здесь от погоды... Вот в одиночных экшенах это, кстати, не всегда прорабатывает, да? Погода, она никак не влияет. Черт, здесь она реально влияет. Хм... Она здесь влияет на все, на... Видите, мы даже не можем прыгнуть. Вы понимаете, насколько... Сколько, черт возьми, здесь все это сделано, бля... Вахуй просто, просто вахуй, ребята. Вот, если делать одиночные игры с упором на детали, не на графику, а на детали, вы понимаете? Блядь, это будет супер. Вот это, блядь! То есть история Нейтана Дрейка... Блядь! Блядь! Вот ты ж, сука, фак! Блядь, я суп... Супер, это классно, настолько реально зачетно... Блядь, вот играешь в игру и не перестаешь удивляться. В игру вложили душу. В игре классный сюжет. Не бездушный. Мы не просто какие... Еще раз говорю, если бы... У меня какая была мысль, что Нейтан просто ебанулся, у него, блядь... И поехали, как говорится, на вахту, да, вахту. Сокровища, блядь, искать, он поехал, понимаете? Да, просто так. Видите, у героя своя собственная мотивация, своя собственная... То есть, понимаете? Вот. Черт! Это, блядь, не круто. Но это ладно, хер с ним сюжетом. Здесь деталь. Понимаете? Это сингл, но он с детальными. То есть, здесь все это вот детально... Знаете, это когда говорят... Есть открыт... Есть открытый игровой мир. Большой, но нет проработанности. А здесь она есть. Где ты? Все, у меня компиляция прошла, поэтому будем сейчас без лагов играть. А то ж, пиздец. Минус, да, вот то, что есть компиляция шейдеров, блядь, какая-то непонятная, постоянная. Ну, в смысле, вот уже второй раз за игру происходит. Да, компиляция шейдеров, я знаю, что она очень полезна, потому что, блин, потом не придется, не будет никаких лагов. Да, да, это я все знаю. Это я только за... Лучше, как говорится, один раз откомпилируется, чем потом всю игру будет лагоебить. Чем будет устраивать нам лагалище полное, блядь. Лагать будет. Лагалище полное будет. В общем, лагов будет столько, что... Пиздец. Фонарик. Рейк. Наит. Фонарик, блядь. Я нихуя не вижу. Реально ли не падла, сука, фонарик включить? Я тут... Вот у меня был бы фонарик, я бы сейчас бы включил в игре. А он мне, падла, его не включает. Господи, какая перфект ли, перфект ли. Атмосфера здесь очень крутая. Кто не играл, я советую, серьезно. Из всего, что выходит сейчас, вот в 2020 каком-то, в третьем году, в основном один трэш выходит, понимаете. Что вот из нормального вышла? Атомик Харт, ну да, там, очень круто. Наши ребята, как бы, да, показали, что могут делать очень отличные игры. Вот. Что могут не только, так сказать, на западной игропром работать, но и что-то... Да, я там знаю, конечно, всякие споры, то, что это... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Компания оттуда, отсюда. Разработчики-то отсюда, самое главное. Вот. И они показали, что могут сделать очень-очень крутую игру. Конечно, концовка мне вообще не понравилась. Балерины вот эти вот, на которых все фапают, мне тоже не особо понятно. мятин мотив, что на них так фапать, как я не знаю. На яйца Фаберже какие-то. Хм. Яйца Фаберже. Не, ну серьезно, вот это вот все, фапа не найти к балерун. Фапают на эту балерин, как хер знает кого. Ай-яй-яй-яй-яй, ты посмотри, как атмосферно. Эх. Да, здесь тупые противники очень. Хотя, вы знаете, если сравнить с противниками 100 брайдера, здесь просто фаршище творят. Ой, какой красивый. Он сюда приехал. Ну конечно, мы ему зачистили все, он в статую подглядел. Чё бы ему, чё, чё бы ему, плохо жить что-ли будет? Нет, хорошо. Ры, блин. Мы ему все, рыбу все зачистили. Он теперь у нас... А, так они еще и за нами плыли, ну. Неожиданно. Я-то вообще думал, нам там с вами дадут поиграть, там будем там, сидеть, задрачивать в миссию в туах. А, хрен там был? Куда теперь? Куда теперь? Куда теперь? Куда теперь? Куда мы теперь пойдем? Может быть, отсюда вот все-таки. А еще игра очень хорошо оптимизирована. Хоть некоторые жалуются на производительность. Я не знаю, на чем вы там играете. Да, в моментах перестрелок, конечно, здесь такая жопа творится. Да. Будь здоров. Это я не спорю. Моменты перестрелок тут хочется. Самоперестрелиться, так сказать. Моменты перестрелиться, так сказать. Я думаю, наверное, вот сюда вот надо как-то залезть. Правильно, правильно. Так. Эй. Так. А дальше куда? Чё-то я не пойму, куда дальше идти-то. Блядская гамма освещения. Ни черта не понятно. Куда идти-то дальше-то? Да. Со скалы, блядь, не спрыгнешь и в дыку лучше. А может быть нам тогда вот сюда вот как-то залезть? Сюда вот. Не, нам-то определенно нужно вот тут перелезть туда. Вот так. Пусть и мы зайдем вот здесь. Блядь, а куда идти-то? Черт, куда идти? Я говорю, гамма здесь вроде бы и с одной стороны хорошая, но с другой стороны, черт, черт, ну что он откуда идти-то? Хе. Черт, ребят, куда идти дальше? Это чё за хрень такая? Почему? Блядь, GPS-то нету, интерфейс пустой, как видите. Слушай, а может быть нужно вниз спуститься? Хотя, блядь. Почему там делать бы? Чтоб просто понравилось всё. Ну... Аааа. три выхода и ни один из них не является верным интересно куда идти самое интересное что мы даже и назад ну значит нам надо как-то наверх залезть как я не знаю я не знаю пойду в интернете нами посмотрю сейчас потому что я чё-то уже задолбался в интернете написано что когда мы пройдем в среди водопада мы должны пройти в пещеру а потом как-то какой-то узкий проход мы должны с вами залезть будет заебись нахрен вот прохождение просто топ этот на плейграунде посчитал пройдите а потом перед вами окажется узкий проход чего что что такое узкий проход вы мне объяснить что что такое узкий проход что это такое вы окажетесь вместе с узким про с каким нахер проход с узким прохождение окажетесь с узким проходите в него хорошо а может быть вот сюда надо слушать вот сюда вот вниз просто сука блять что такое вот сейчас я даже свернусь еще раз посмотрю так значит так добравшись горе зайдите в пещеру пройдите через низкий проход ладно куда теперь нэйтан нам нужно через низкий проход пойти где находится низкий проход сука даже подсказки блять нету куда теперь вот я тоже не знаю куда тебе оказавшись в пещере пройдите через узкий проход а потом вы окажетесь в джунглях вот так резко взяли нахуй в джунглях хуяко телепортировались чё за чё за говно кто кто вот это вот придумал подсказку что ли дали ты я не могу я эту игру ненавижу и блин почему нет подсказки куда идти к узкий проход так давайте на стрёмный плейграунд и пойдем посмотрим на другом этом пошла на жопу блять нигде нормальное прохождение это я других ютюберов просто не хочу смотреть я думал просто узнаете в текстом варианте посмотреть чтобы этом в себе не спорить что может скатиться как просто блять я не я не понимаю логику блять что делать то надо и все понимаю что и блять игра да там без интерфейсу типа без подсказок вот так сказать сильным мужиком без подсказок проходи игру блять доебал я в рот для где мне подсказки нахер дайте лучше хочу подсказок зачем мне играть в грунте нету просто вот то застрял и все мне еще начинается три блять выхода по прозой ставят нахера тревых раз чит какой там три посмотрите сушку а может отсюда вот с этим сушку блять да ты издеваешься что ли я не хуй не помню три выхода и ни одного ни одного блять ни одного блять и просто приводит все к одному месту нахера три выхода делать что что за что за что вообще за говно простроил эту миссию я говорю я вот так пришел да я вау 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 круто в деталях но я блять не знал что я так настолько мне придется это ебли заниматься с игрой блин почему я не понимаю почему нельзя просто нормально блин пройти миссию просто вот пройти ее и все спокойно и со спокойной душой по-первых затемненная гамма слишком в пещерах на это вообще не включает фонарик непонятно нахер тогда ему фонарь этот нужен был куда ладно саша спокойно спокойно все все будет нормально все будет на все будет хорошо блять найдем выход рано или поздно нужно не выход там черт возьмешь давайте вот здесь посмотрим сначала давайте всю всю губ все блять пещеру нас вот здесь вот пройдемся даже недолго то есть мы подумаешь на целый день блять про ему на то чтобы болеть найти сраный выход разработчики не могли сделать хотя бы хоть какую-то подсказочку потому что зачем делать подсказки синие и близ нахуй с этой игрой все будет руке все будет хорошо Куда теперь? Подожди, аааа, ёбаный ты, петушара, блин, вот куда идти, что ли, надо, пиздец, это ж, у меня просто, знаете, сейчас же ведь солнышко, лето уже наступает, и у меня, ау, блин, нет, 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 нет. Там что-то было, блядь, и солнышко, блядь, в Моник светит, и я ни хера, блядь, из-за этого не видел. Как-то депрессивно. Вау. Нож. Нож, не трожь. Как говорится, нож. А вы знаете, да, когда вот эта вот вся херня, блядь, под названием солнце светит в жопочку, ни хуя не видно кнопочку. Вот у меня здесь то же самое. Блин, я стерию хотел спокойно проходить, не ругаться тут матом, а, блин, вынуждает просто игра меня сама. Обругать все нахер. Привет. Вау, труба подзорная. Уэ, кратко. Так вот что за узкий проход, ну, ху-ху-ху-ху. Теперь-то мы узнали, что есть узкий проход в пещерке. Звучит, конечно, очень извращенно. Человек не проходил, высокий такой, в голове глупые мысли о пиратскими сокровищах. Хе. Не повезло. Это он, типа, просто повесился и все. О, о, прикольно. Бедняги. Я так сейчас думаю, что мы сейчас, наверное, полетим вот на того скелета. У него наверняка что-нибудь есть в руках, я так думаю. Да-а-а, что-то нашли. О, появилась новая механика. Клефт-контрол. О, наркрофт. Оу. О, еще немного. А как здесь быть-то, ребят? Ладно. А-а-а! Бле! Бле! Блять! Сука! Ях! Как так случилось-то? Как так случилось-то вообще, ребят? Что за хрень? где мы вообще оказались а на сцепиться что ж такое-то да ты чего днеет зацепись ты за сраную дырку это механика просто меня соп так что у нас тут густенька густенька не пустенька как говорится эти дырки блю у нас тут кто появился то господи хуй вам живыми дамся они меня принципе не хотят как-то я прогадал этот моментик немножечко как говорится а кто сказал что живым ты уйдёшь отсюда сказали мне эти бойцы просто не ввязываться нахер в батареи не прикидываешь ну удачи рано или поздно заканчивается не трать много чуя мы тут надолго застряли как говори в этом всем смысл сокровища на сотни миллионов пиратские сказки для детей будем гоняться за сказками закончим могилу как говорится Продолжение следует... 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 Пока, ребята. Пока, говорит, ребята. Этушка, милый, ты чё расслабляешься? Сейчас будет ещё кто-нибудь подводный. Ого, жуткая история. Короче. Манди Бёрдса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Нож перочинный. Давай. Забираемся, забираемся, забираемся. Охренеть. Ну, эту миссию пройдём и всё, я думаю, потом. А я хотел сказать, братан, здесь по-любому. Чуть тебя не пристрелил. Эй! Цэм, ты жив? Да, как всегда, вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждёт сокровище. Погоди, погоди, сам. Куда нас несёт? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, не у солдат. Против нас целая армия. Ну, всё это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождёт. Ты знаешь, что у нас накануне? Накануне моя жизнь. И мы её выкупим, если пойдём в эти джунгли и найдём Либерталию. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской таланты? Я вот точно не познавательный... Знаете, странно, что джунгли наполнит себя к дичью, типа каких-нибудь знамей ещё кого-то. ...вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? Пятнадцать лет жизни, псу под хвост. Это тут вообще не причём. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Всё ещё хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Идём. Сюда. Идём. Сюда. Да, остров очень красивый. Реально, вот как в Ризане, в Райзане вот этом. То есть... Я иду. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Сюда. Нет, так не пойдёт. Эй, Нейт. Похоже, тут есть проход. Нам сюда. Пылища. Пылища. Смотри. Это вовсе не Кижина. Ага. Тут поработали хорошие каменщики. Да. Откуда они взялись? Обычно на корабле могут быть ловники, почеры. Но не каменщики. Ах, как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Тут ящик, у меня идея. Вот так. Берегись! Ага, мы в деле. Ну, ни фига себе. Ты должен это увидеть. Ух ты. Что ты видишь? Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. А, это то есть Либерталия. Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Самуэлем Дрейком. И, ну да, конечно. С его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. И я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем. Тихо-тихо, просто... Насладись моментом. Нормально вообще. Я главный сайт. Хе-хе-хе. Я главный сайт.